Турнов Геннадий Михайлович, доцент кафедры физики Пермского политехнического национально-исследовательского университета. Мой доклад будет своеобразным продолжением доклада, предыдущего доклада, как вы уже поняли из названия эфира, из названия статьи доклада. Вот, а точно у меня взято в кавычках, потому что будет доклад посвящен следующему. В настоящее время одной из новых физических теорий является эфиродинамика, согласно которой эфир – это мировая среда, состоящая из структурных элементов амеров и обладающая относительно малой вязкостью, малой плотностью, малой вязкостью. Это в кавычках взято, это цитата от Суковского. Автор эфиродинамики Владимир Акимович Цыковский утверждает, что диэлектрическая проницаемость вакуума есть плотность эфира свободным от вещества в пространстве. И вот приводит эту формулу, это во всех книгах его написано. И, следовательно, опять цитата, плотность эфира в околоземном пространстве оказывается известной с высокой точностью. Вот этот тезис я попытаюсь подвергнуть сомнению, вернее, я уже это подвергнул сомнению, а сейчас об этом скажу вам. Но прежде чем приступить к теме доклада, маленькое лирическое отступление. С Владимиром Акимовичем я знаком уже более, наверное, 13 или 14 лет, когда я первый раз услышал его лекции. Я просто полюбил его. Такие даже названия. Блески, нищета, теория относительности и так далее. Но я был не согласен с одним положением, как раз касающимся о точном значении эфира. И мы с ним вступили в дискуссию. Но, тем не менее, на мои аргументы Владимир Акимович сказал, что я считаю так. И, значит, вроде как дискуссия закончена. Я, конечно, мог вот этот доклад напечатать лет 10 тому назад. Но я считал, что, поскольку вот мое такое внутреннее отношение к Владимиру Акимовичу очень интересное. И мне не хотелось, чтобы мои, ну так я их называю, железные аргументы, ну как-то могли бросить тень на эфиродинамику, с которой я полностью согласен. Поэтому, значит, я не печатал в то время. Но вот два года тому назад я тоже здесь сделал доклад. И получилось так, что Владимир Акимович мне подарил книгу. Ну мы всегда обменивались своими книгами, которые печатали. И там опять о точном значении эфира очень много сказано. Поэтому вот я хочу вам, во-первых, показать фотографию. Это мы с Владимиром Акимовичем лет 12 тому назад, я приезжал к нему в Академию, в Государственную Академию. Так сейчас неплохо бы нам сфотографироваться снова. Вот. Ну и приступаю к докладу. Значит, вывод о точном значении необходимо подвергнуть сомнению. Так как Владимир Акимович не учел два важных обстоятельства. Во-первых, электрическая постоянная эпсилон является не диэлектрической проницаемостью вакуума, а просто размерным коэффициентом, который появляется в законе Кулона при переходе от его записи в системе ЦГС к записи в международной системе единиц. Простите, пожалуйста, у вас ошибка. Эпсилон 0 не столько килограмм не на метр в кубе, а на метр в квадрате. Нет, зачем? Нет, нет, нет. Электрическая постоянная – это фарад на метр. Это у него правильность совершенно не давление. И оно же, почему-то плоскость. Их они плоскость. Хорошо, мы к этому вопросу вернемся. Итак, значит, во-первых, тут из моего тезиса, ну это не из моего тезиса, а из предложения следует, что все-таки нужно правильно называть вещи своими именами. Эпсилон 0 – это электрическая постоянная, а никакая не диэлектрическая проницаемость вакуума. Это тянется из прошлого, это сочетание. Дальше. Во-вторых, на величину эпсилон 0 появлял фактор рационализации формы записи уравнения электромагнетизма, предложенных Эвисайдом. То есть в определяющем уравнении, это закон Кулона и закон Ампера для параллельных токов, был принудительно искусственно введен множитель 4π. Ну, для упрощения тех формул, которые пользовались в электротехнике. Напомним также, что и магнитная постоянная мю 0 является не магнитной проницаемостью вакуума, а таким же размером коэффициентом, как и эпсилон 0. Рассмотрим, как подробно было получено уравнение 1. Ну, это уравнение там у меня всегда пишется, поэтому на него всегда можно посмотреть. Но прежде необходимо уточнить, в какой системе единиц были произведены расчеты вот этой формулы. Для описания электромагнитных явлений можно использовать систему единиц ЦГС, которая является трехразмерной системой с основными единицами сантиметр грамм и секунда. В этом случае большинство электромагнитных величин будут иметь дробные показатели размерности, дробные показатели размерности, и при этом в определяющих уравнениях будет присутствовать коэффициент скорости света в вакууме. Можно использовать и международную систему единиц, которая в области электромагнитизма является четырехразмерной, то есть к основным величинам длина масса-время добавляется сила тока, и основные единицы, естественно, метр, килограмм, секунда, амир. В этом случае все размерности электромагнитных величин будут иметь целочисленные показатели степеней. Это положительный фактор, достигается за счет того, что в определяющем уравнении электромагнитизма закон Кулона для точных зарядов и закон Ампера для параллельных токов введены размерные коэффициенты электрическая постоянная ε0 и магнитная постоянная μ0. Ну вот я привожу эти уравнения. То есть закон Кулона в системе ЦГС при переходе от трехразмерной системы единиц к четырехразмерной у нас, естественно, должен появиться переводной множитель, в котором как раз будет присутствовать новая размерность. Вот К0 обозначено, это везде написано. К0, но этот К0 было представлено в свое время как единица на 4π ε0. И ε0 считалась электрическая проницаемость вакуума. Ну это, как я говорил в прошлом. Ну и закон Ампера для двух параллельных токов. Здесь тот же самый коэффициент К0. Ну и комбинация вместо коэффициента К0 и Ц2, значит, мы 0 делаем на 4π. Точное значение коэффициента равняется, ну это известно, 9 приблизительно, точно, вот через, в скобочках указано, так, стрелочка-то у меня двигается, вот, в скобочках указано это точное значение скорости света. А напомню, что теперь это фиксированная величина, то есть она как принята, так и будет без изменения на протяжении последующего времени. Ну и приближенно это 9 на 10 в девятой степени числовое значение. Таким образом, электрическая постоянная ε0 и магнитная постоянная μ0 являются производными от размерного коэффициента К0, но вот показано, появляющиеся в определяющих уравнениях электромагнетизма и в результате перехода от системы единиц ЦГС к системе Си и использования фактора рационализации формы записи этих уравнений путем введения комплекса 4π. При этом выполняется вот известное соотношение. Владимир Акимович Цюковский выбирает международную систему единиц ЦИ и сопоставляет выражение для механической энергии покоя поля скоростей среды электрической энергии поля. Ну, сегодня вот в предыдущем докладе об этом говорилось. И получают вот эту формулу. Значит, здесь плотность среды, скорость среды и все нормально. Можно чуть погромче? Извините. Значит, Цюковский выбрал международную систему единиц, но это даже формально ε0, это уже присутствие системы Си. Значит, записано уравнение 6. Анализ размерности левой и правой частей этого уравнения 6 свидетельствует о его корректности. Все нормально. Но далее следует что-то невообразимое. Видимо, находясь под гипнозом скобок, Цюковский приравнивает величины, стоящие, соответственно, перед скобками и внутри скобок в первых и правых частях уравнения. Ну, то есть, вот ρ в левой части. Ой, извините. Вот ρ в левой части перед скобкой приравнивает к ε0 ε. Так я прямо в него говорю вроде. Вот так, сверху вниз. Так я в него... А, о, ну хорошо. Давайте. Учту. Значит, анализ размерности обеих частей уравнения, которые используют Владимир Акимович, все правильно, нормально. И показано уравнение 7. Но следует... Дальше следует... Ну, вот непонятное. А, Цюковский приравнивает величины, стоящие перед скобками. Вот я показываю стрелочкой. Вот ρ и ε0 умножить на ε. На ε, на диэлектрическое проницаемое... Диэлектрическое принимаясь... Проницаемость среды, она величина безразмерная. Для вакуума единица. И то, что стоит внутри скобок, тоже приравнивает между собой. Неправомерность такого действия можно проиллюстрировать на следующем математическом примере. Запишем тождество. 640. В произведении вот этой четверочки на скобочку и двоечки на скобочку. Значит, если следуя логике от Цюковского, нам нужно 4 приравнять к 2. А значение числа в скобочке произведения равняется произведению. Но это же неправильно. Такая грубая ошибка привела к тому, что Владимир Акимович из ошибочных уравнений 8 и 9, то есть вот уравнений вот из... Стоп. Из уравнений 8 и 9, которые получены в результате приравнений, делается вывод, где электрическая проницаемость есть плотность эфира. Кроме того, Цюковский игнорирует тот факт, что в системе СИ размерности левой и правой частей уравнения не равны между собой. То есть вот это уравнение, оно же написано. Мы всегда... Любое уравнение практически... Проанализируем в первую очередь на размерность. Так и у студентов учим этого. У меня большая просьба ко всем присутствующим. Господа, давайте уважать выступающих и не позволять себе шуму каких-то посторонних разговоров, потому что это мешает окружающим, избивает человека с настроя соответствующего творческого. Спасибо. Значит. И, кроме того, Владимир Акимович считает, что изложенные, цитирую, изложенные выше позволяют в рамках международной системы единиц отказаться от четырехразмерной системы МКСА для электрических магнитных величин, заменив ее той же системой МКС, что и для механических величин. И далее, что считая в это уравнение R равняется электрической постоянной ε0 основным определяющим уравнением для системы МКС, Владимир Акимович получает такие уравнения, как размерность ε0, это метр, деленная на L в кубе, и другие необычные размерности для электромагнитных величин, образующих систему величин L, M, T. Но и система МКС, вот это метр, килограмм в секунду, это то же самое, что система ЦГС, только там единица, сантиметр, грамм в секунду, но основные это величины одни и те же, длина, масса и время. Поэтому у нас электромагнитные величины, они тоже должны иметь, если мы правильно строим систему единицы, они тоже должны иметь дробные показания степени размерности. Таким образом, необходимо сделать вывод, что в эфиродинамику введено неправильное значение плотности эфира. ρ равняется 8,85 на 10 минус 12 степени килограмм на метр в кубе. Но это обстоятельство не является основанием для критики основ эфиродинамики, потому что, поскольку числовое значение плотности эфира может быть даже еще меньше, указано выше значение. И вот в предыдущем докладе даже демонстрировались некоторые теории, где плотность эфира значительно меньше плотности 10 минус 12. Поэтому, на наш взгляд, при дальнейших теоретических исследованиях эфиродинамики очень перспективного направления фундаментальной физики, необходимо просто исключить из-за рассмотрения ошибочный вывод Владимира Акимовича, что плотность эфира в околоземном пространстве оказывается известной с высокой точностью. Это даже вот... Сама такая точность наводит подозрения. Новая теория, а фундаментальная величина параметра эфира мы уже знаем с высокой точностью. Это уже наводит на подозрения. И вот сейчас лежат новые книжки Владимира Акимовича. Там во всех этих книжках фигурирует вот это значение. Плотность эфира равняется 8,85 на 10 минус 12 килограмм на метр в кубе. Но я считаю, что это неправильно. Я привел здесь литературу работы Ацуковского и свои работы, которые они, в общем-то, выложены. Не то, что выложены в интернете, а просто через систему РИНЦ, Российский индекс научного цитирования. Эти все статьи есть, это всегда можно почитать.